Всем привет! Меня зовут Таня, я редактор Вадукар, и сегодня мы поговорим о нововведениях во вступительную кампанию в ВУЗы в 2023 году. И пока мы не начали, подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на наши соцсети, вы их можете увидеть на экране, читайте новости и поехали! И давайте начнем с централизованного экзамена. Все школьники, которые заканчивают школу в 2023 году, будут обязательно сдавать два централизованных экзамена. Первый это язык русский или белорусский на выбор, и второй экзамен это профильный предмет на выбор. Профильный предмет в смысле те предметы, которые вы собираетесь сдавать при поступлении в ВУЗ. Например, вы планируете поступать в медицинский, и вам нужно сдать русский или белорусский, химию и биологию. И как второй централизованный экзамен вы можете сдать или химию, или биологию. И уже второй профильный предмет вы сдаете как CT. Итак, резюмирую. Если вы собираетесь поступать в медицинский университет, то вам нужно будет сдать одно C по русскому или белорусскому языку, второе C по химии и CT по биологии. Но также CT и C можно менять. Например, вы можете сдать C по биологии и CT по химии. Результаты C будут оформляться в сертификат, и там будет указана оценка в стабальной системе. Эту же оценку потом будут переводить для аттестата, и в аттестат пойдет суммарная оценка за год и то, что вы получили на C. Математика простая. Вы сдаете C, у вас есть годовая оценка по предмету, и мы суммируем обе эти оценки, и таким образом вы получаете среднее арифметическое в аттестат. Если вы поступаете на творческие специальности или те специальности, которые связаны с физической культурой, то вам нужно будет сдать два C и внутренний экзамен в УЗЕ, а CT вам не нужно будет сдавать. И нам часто пишут люди, которые давно закончили школу или давно закончили колледж, и вот в 2023 году хотят поступать в УЗЕ, они спрашивают, что им делать с Э, касается ли это правило их в новом году, и ответ такой, нет, их это правило не касается, это будут сдавать только выпускники школ. Таким людям нужно будет сдать три CT для того, чтобы поступить в ВУЗ. Еще для поступления вам нужна будет характеристика из школы или в случае, если вы давно закончили школу, то с последнего места обучения или с последнего места работы. Не бойтесь, за эту характеристику вам не будут выставлять баллы в УЗЕ, этот документ нужен для того, чтобы внутренние структуры университета могли вас привлечь для своих активностей, например, чтобы студенческий совет, или художественные кружки и понимали, какие у вас есть хобби, и они могли вас пригласить поучаствовать в своих мероприятиях. Все 11 пунктов будут опубликованы уже после Нового года, и их вы можете найти на нашем сайте aducar.com. Мы опубликуем документы от Министерства образования. Если вы планируете поступать по целевому направлению, то для вас действуют немного другие правила. Целевики будут сдавать два централизованных экзамена, CT им сдавать не нужно, вместо этого они будут задавать внутренний экзамен по профильному предмету в УЗЕ, и это будет устный экзамен. С 4 по 10 июня пройдут экзамены для целевиков, и такие абитуриенты будут зачислены уже 12-13 июня. И тут есть хорошая новость в том, что если вы планируете отказаться от целевого направления, вы можете это сделать, вам просто нужно будет отчислиться в июне, скорее всего, из вот университетов, которые вы уже будете зачислены, и потом участвовать во вступительной кампании, как все другие абитуриенты. Вопросы для вступительного экзамена в УЗЕ для целевиков университеты будут создавать сами. То есть мы заранее не сможем узнать, что будет в билетах, и эти вопросы не будут в виде тестов, как CT. То есть о том, что будет на этих билетах, вы узнаете уже, когда придете сдавать экзамен. Но советуем вам готовиться к этому вступительному экзамену, так же, как если бы вы готовились к CT. Если, например, вы не знаете, как готовиться, думаете о том, чтобы пойти на курсы или к репетитору, то вы можете прийти на курсы по подготовке к CT и CE в Адукар. И для того, чтобы узнать больше о том, как проходят наши курсы, вы можете зайти на сайт aducar.com в раздел «Курсы CT» и найти всю нужную информацию, записаться на бесплатный пробный урок. Прием документов в УЗЕ по целевому направлению начнется с 3 июня. К этому времени аттестат вам еще не успеют выдать, поэтому вы можете принести справку об окончании школы в пакете с документами. А аттестат принести просто позже, когда вам уже его выдадут. Итак, про целевое поступление мы закончили. В целом, я думаю, тут все понятно. Если у вас будут вопросы, то вы можете задавать их под этим видео. И давайте теперь перейдем к участникам Олимпиад. Начнем с победителей республиканских Олимпиад. Они в 2023 году не будут сдавать 2 CE, то есть им автоматом поставят 100 баллов по одному из государственных языков и по второму профильному, который они выберут. И такие абитуриенты смогут поступить в ВУЗы на специальности, которые востребованы белорусской экономикой. Эти специальности можно будет посмотреть на сайте ВУЗов, в которые вы планируете поступать. Также есть категория победителей областного этапа республиканской Олимпиады. Такие абитуриенты освобождаются только от одного CE, по которому и была эта Олимпиада. Еще есть категория Олимпиадников. Это те, кто участвовал в университетских Олимпиадах. Они были введены как раз в 2022 году. И вот победители университетских Олимпиад будут сдавать 2 централизованных экзамена, но они смогут проще поступить в те ВУЗы, в которых они проходили Олимпиады. Но им нужно будет пройти собеседование в этом ВУЗе. И теперь я расскажу, кого еще есть льготы при поступлении в 2023 году. Например, выпускники детского технопарка смогут на льготных условиях поступить в ВУЗ, и их ждет собеседование внутреннее в том ВУЗе, которое не выберут. А еще льготы есть у школьников, которые заканчивали специализированные классы, например, аграрные, педагогические или военно-патриотические направленности. С ними тоже будут проводить внутренние устные собеседования в университетах. Медалистов школ также могут взять в университеты без экзаменов, тоже на определенной категории, это педагогические, сельскохозяйственные или инженерные специальности. И также выпускники лицея в БГУ и БНТУ смогут поступить на льготных условиях в БГУ или в БНТУ. В целом выпускники с разными льготами займут в 2023 году большую часть бюджетных мест, это около 14 тысяч мест. То есть, типа, например, всего мест будет 26 тысяч бюджетных, там, типа, 25-26. И 14 тысяч – это будут люди даже большие, которые, вот, всякие льготы у них. Больше всего, сейчас больше всего дали мест для целевиков. И для меда. Для целевиков в мед. То есть сейчас поступить в мед просто, типа, если ты не целевик, суперсложно. И закончим наш ролик тем, как поступать в ВУЗы в 2023 году людям, которые заканчивают специализированные лицеи или колледжи. Очень много мы получаем сообщений от таких абитуриентов. Они не знают, что делать, потому что вводят новые правила, их очень много. Как поступать с таким абитуриентом? Если вы поступаете в ВУЗ по той специальности, по которой вы заканчиваете колледж, то вам нужно будет сдать внутренний экзамен в университете. Если вы хотите поступить тоже по тому направлению, которое вы заканчивали в колледже, но по сокращенной программе, то вам нужно будет сдать два специальных экзамена в университете. А если вы решили поступить в университет, но уже на другую специальность, то вам нужно будет сдать три централизованных тестирования. В целом это все, о чем я хотела рассказать вам по вступительной кампании 2023. Если у вас остались вопросы, то вы можете их писать в комментариях под этим видео или на наши соцсети. Также мы пишем новости для сайта aducar.com. Там все свежее. Можете заходить туда читать. Если вам покажется недостаточное количество информации на нашем сайте или в наших соцсетях, то вы можете зайти на сайт Министерства образования. Там тоже найдете много информации о вступительной кампании 2023. И на этом сегодня все. Мы будем рады вашим лайкам и комментариям под этим видео. Постараемся ответить на все ваши сообщения. И всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok